Мост есть общественному транспорту, по нему ездить нельзя. 6 декабря прошлого года торжественно был сдан в эксплуатацию мост через реку Северский Донец в районе поселка Павлоград. Жители Северодонецка и Лисичанска ждали скорого возобновления движения маршрутных автобусов, однако этого не произошло. Северодонецкий городской совет 18 января на своем сайте разместил информацию о том, что маршрутное сообщение между городами через Павлоградский мост будет открыто после окончания реконструкции первого и второго пойменных мостов. Комиссия оценила их состояние и решила, открывать движение транспорта нецелесообразно. Но тем не менее по мосту каждый день движется поток автомобилей, иногда и грузовых, и автобусов, несмотря на запрещающий знак. Это при том, что два пойменных моста по документам мэрии Северодонецка в аварийном состоянии. Так можно ли ездить маршруткам по мосту? Разбирался наш корреспондент Валентин Сычев. Проезжая по дороге к Павлоградскому мосту, можно видеть пешеходов, которые в отсутствии маршрутного транспорта переходят через Северский Донецк с одной стороны на другую. Евгений один из них. Он пешком ходил проведать родителей в Лисичанск. Говорит, до начала проведения АТО по мосту ходили маршрутки. До войны ездили маршрутки такие, как Лисичанск-Северодонецк, кажется Золотое-Северодонецк. Мост открыли в декабре, начал ходить, смотрю, маршрутки не ездят. Похожу к маршрутчику, спрашиваю, когда начнем ездить. А он, да, пока не будем. На объезд через Пролетарский мост уходит много времени. Жалуются люди. Дорога разбита. Большой круг получается. Во-первых. Во-вторых, дорога совсем негодная. И вот надо ехать на базар, получается, через весь город шкутыльгаем по этим колдобинам. Билет стоит 10 гривен. С 1 февраля – 15. Студент Геннадий пять раз в неделю ездит из Лисичанска на занятия в училище Северодонецка. На это уходит половина стипендии. Мне, например, вот выходит сейчас, что 15 гривен проезд. У меня стипендия 400, можно сказать, уйдет меньше, чем за две недели. Люди ждут открытия более дешевого и короткого маршрута. Согласно техническим характеристикам, по мосту смогут двигаться не все автобусы, говорит секретарь Северодонецкого горсовета Игорь Будков. На сайте будут размещены электронные скан-копии экспертного заключения по мостам. И получается так, что на сегодня гарантированно может проезжать автомобиль массой до 3,5 тонн. Полностью легковой транспорт весь. Это газели, ну, не любые, наверное, а те, которые идут до 3,5 тонн, полной массой. Пустой автобус Рута весит чуть больше двух тонн. Он сможет перевозить не более 15 пассажиров, исходя из веса 100 килограммов на одного. Осталось только найти перевозчика на этот маршрут. Валентин Сычев, Андрей Бригидер, Роман Царевский, Падии.